дорогие друзья рад всех приветствовать вторник 29 марта время 21 час по киеву да и по москве она одинаково как я уже говорил день 34 войны и мы снова встречаемся после дневного перерыва с алексеем алексея рады видеть приветствую все в порядке все хорошо много мне пришлось выдержать много война война извините я так и говорил но тут не всех это убеждать на неважно в общем нас модуль больше 50 тысяч человек у меня просьба ко всем кто присоединяется пожалуйста ссылки на это и размещать своих аккаунтов социальных сетях группах подписывайтесь на канал фиген лайф и обязательно подписывайтесь по имени алексея арестовича в описании к этому видео на канал алексея арестовича тоже в youtube ну там гигантский канал куда нам нужен вот ну что мы начнем в общем с отчасти сбывших прогнозов насколько я понимаю вот из того что я читаю вроде бы даже американцы подтверждают что отвод войск от черниговского и киевского направления уже начался ему действительно ли освобождение ирпеня это связано с этим вот так поставим вопрос вверх и взялись боюсь на части это шла там честно это важно что они сейчас прямо реально практически уходят с киевской области построились колонны и уходят на уходят с боем это надо правильно понимать это не то что мы отпускаем идут бои засады контр-засады выходят стать очень град очень грамм беспилотники висят понаставили секретов засад заминировали все очень хорошо причем места возможно засад админировали да то есть так нашим непростой но тем не менее уходят они сбой на колонны горят всякое так творится это не выход в том смысле что мы зачехлили оружие они пошли они идут стреляют во всем домам по всем окна все как обычно мы по ним они по нам артиллерии используется во все реактивные системы залп огня война продолжается но они уходят на территорию россии я правильно понимаю уходят на территорию россии скорее всего будет переброшена на направление зону туда там там главный раунд сейчас а вот погоди вот это означает что вообще ничего не останется то есть вообще будет так как они выходят ощущение что пиевская область будет пускается вообще пустая а массовый массовый выход куча и гастомель все это все 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 это прекратится ну вот не знаю что будет госка 100 миллиметров надо уточнить прямо сейчас но вообще вот с позиции которые были например на броварском направлении сейчас массовых позиции которые были на макаровском направлении относительно движения есть еще и силы которые остаются на месте прикрывает отходит может как да может какой-то мелочь оставят но смысл приходишь тоже просто полностью ну да пока да если снижать границы критического и какой смысл и вообще и рубить и заметьте что все предсказывали да именно поэтому я и хочу это закрепить как у солженица вставила повернул потому что потом скажет вы тут все выдумываете вот мы должны зафиксировать это они действительно уходят но они не просто выходят об этом сказал вот этот русской через д председатель генштаба он это анонсировал 25 сегодня уже прошло несколько дней вот де-факто уже даже матвиенко есть глава федерации по кличке матвари и зовут уже она даже говорит что да 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 цель была только вот исключительно донбасса и не говорила какая демилитаризация это означает киев же брали сколько парад 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 парадную форму привезли львов брали сообщение о том что в львове разбили наземным путем биолабораторию 26 не получили и отходят так что рассказывать что планы были такие раньше вот в каком количестве они отходят можно судить об этом это 10 тысяч это 20 тысяч вот чтобы мы понимали цифру никто не могу сказать что отходят бригадами полками полками видно что колонны 250 единиц 300 единиц 120 поэтому массово то что называется массовых им надо наоборот наращивать было бы группировку они отходят куда не нечем же наращивать это пройденная история вот это все рассказывал даже наши тоже по вылазили кто сидел там под диваном я так понимаю сайпи не восточной львова до начали рассказывать как надо воевать проблема же в том что как бы они очень хорошо знают в россии как они как им кажется что там где-то 17 не 7 миллионов резервистов 18 тысяч танков а потому что застрелился командир танкового полка потому что не смог поставить здесь 20 машин не 1 к 1 только об этом как-то не говорится проблема вся эта история почему такая подвижка стамбуле серьезно я сейчас я еще не я не успевал прочитать у меня эти дни очень бурная но тем не менее и говорят что в русских пабликах российских за рада страшно такой как никогда за что положили 20000 парней 2 чечня до пациента понимать что это же правда все что там пишут правда как предательство предательство чего у кого полностью провалены цели военной кампании провал в россии называть предать россии получил денег или испугался ну понятно если просто мы покажем сколько мы похоронили под киевом сейчас все это с ними пока что было видно почему проводить не потому что предательство или получил денег нужно просто поубивать вообще кто пытался чтобы сейчас да и по чернигам да и сумское направление которого гола уже три дня практически тоже позабирали все тут вопрос другом как бы что если внимательно посмотреть на соглашение в стамбуна предварительно то видно что украина улучшила все свои позиции давай которые были давай все все без исключения было нейтрально держала стану нейтрально без гарантии стали нейтрально держалась гарантии как бы да и так далее и а это вообще чисто когда целью войны является мир лучше чем давая когда одна страна улучшает все позиции все позиции без исключения которые были вынесены на переговоры и часть была снесена позиции нет уж не демилитаризации нет уж не демилицификацию гуманитарного блока с русским языком обязательно как было вначале тогда то это вообще сейчас 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 по переговорам отдельно поговорим это очень важно если военную историю продолжать то надо понимать что они сейчас станут в оборону на юге скорее собрали херсон попытаться сделать все чтобы не приехать не пересекли дня и у наших войск уже будет проблема перейти на ту сторону форсирование какой реки огромная очень сложность второй момент это то что сейчас все будет брошено на морю зону южнее изюма и северные как я уже позже волновой кстати мне начали приходить подробности полоноу все такие догонять значит это было направление главного удара стояла там одна из наших бригад бригада очень сильно пострадал а когда я началась на чего почему нельзя было дойти никак объясняется что прикрывали горных жителей том числе оттуда шла эвакуация детских домов солдаты сказали мы ляжем но дети сначала уедут дети и стояли на смерть пока оттуда не повозили видеть станции волновых взяли так взяли надо направление главного удара там была концентрация войска просто сумасшедших вот они взяли волновых и пошли так немножко на север там чуть-чуть пытаясь охватить марин выйти к маринке и тогда ну то по сути это подрезание от изюма нет волновых попытка окружить несколько наших бригад и изюма не пошли выкинули плантоны пантоны перешли в другом месте сам изюм еще держится и группировка чуть южнее они начали понемножку обходить в принципе если всю эту рабу перекинуть из-под киева и чернигово туда а ровно об этом идется сначала сумская туда приехала то нам станет очень весело то есть это направление зона ос и изюм и вот харьков это часть вот это зона с но плюс еще застает целую часть луганской области там где подпасная рубежная лисичанск и так далее вот это северодонецкая которые тоже идут бои и видимо часть будет брошенную да потому что сейчас задача номер один после коррекции плана министерства обороны это выход к административным границам луганской области луганская кстати очень во многом уже там понятно там такой угол в районе сватого в общем направлении на сватого сопротивляться не было никакой возможности на значительной степени уже подмены то есть это четверг мы держим а донецкая только на пятьдесят шесть процентов 60 и там там час как раз развернуться заметьте что их во вторую дорогу и в первую и в гражданскую там тоже были зимский выступ это тоже тяжелый и граффи не меняется все тоже логика он и понятно военное дело это придется география театр ближайшую недельку там будут очень жесточен и там и так были еще будут жесточены вот их результат значительной степени определить и ход переговорного процесса и дальнейшем мы 10 минут в эфире нас смотрят почти 143 тысячи уже больше человек мы продолжим еще раз прошу ссылки на эти распространяйте выкладывайте в группах своих социальных сетях друзьям присылайте через мессенджеры очень кстати хорошо работает вот смотри какой вопрос тогда как ответит украина как ответит в силу то есть будет тоже переброска освободившихся частей из-под этих направлений из-под киева чернигово возможно ли тут какая-то помощь именно югу востоку назначено никто же никто же не будет ждать пока уничтожен группировку вопрос формы и способа которым мы применим это уже не важно как это будет делать главное чтобы ясно что никто не будет спокойно сидеть и смотреть пока там окружат уничтожить уже не смотрят еще и не будут смотреть поэтому там будет часто большая крупная разборка она и так там идет там уже пейзажи как первую мировую войну лунный пейзаж сплошные края кратера абсолютно голые деревья даже без веток как обороны столбы стоят все просто не кустика ничего первого все снаряда баронка ну то есть ну то есть силы в ссу с учетом вот долгого долгого вот этого уже противостояние больше месяца и у них есть резервы для войны дальше то есть вот украины есть резервы личный состав оружие не все остальное то есть они есть это очень важно потому что что мы говорим потому что там опять могут начаться шапка закидать ски настроение а нужно чтобы там поняли что вы еще 20 тысяч положите кому это надо вот о чем вопрос ну как мы с тобой об этом говорили что просто да говорили вся та же самая история вернемся в той же точке только плюс 10 тысяч русских купитых но видимо им хочется попробовать видимо кому-то хочется положить вадим родимович но не все потеряли на из восьми направлений потеряли шесть а вот на одном и втором был успех хоть что-то хоть как так тогда тогда поговорим о переговорах теперь чуть более подробнее вот первый вопрос я его обещал спросить и относительно абрамовича потому что российская сторона песков заявил что это не фигура одобрена но там согласовано слово использована и киевом и москвой я понимаю что ты не участие переговоров не можешь комментировать какую-то внутреннюю их кухню но с точки зрения вот страны киева руководство банковой там заем президента зеленского вот не выглядит это так что это какой-то развод москвы использование ну такой фигуры такой аля березовский в лице абрамовича он как пятая нога понимаешь у собаки какое-то там седьмое колесо зачем он нужен это какая-то новая игра страны москвы зачем ее принимать нет такого я могу процент могу процитировать подалека которые принимают участие активно комментирует он сказал что фирт обрадующие есть фигуры которые помогают успешным введением переговоров а вот так помогает поэтому видимо как-то помогает как-то помогает в пользу того что я продам челси а перейду на память пострадавшим украинскому на мальчик он все рискал одно затем не говоришь тем не менее заявлял не говорят что ладно хорошо как-то оценивать то что опять нет конкретного результата не вышли на какое-то непосредственное соглашение завтра переговоров не будут они продолжатся опять через видеоформат это как-то меняет ситуацию меняет то что ну опять не достигнуто какое-то вот сейчас хотя бы промежуточное соглашение мышечки ничего ничего не будет пока не развяжется ситуация зоне волосы подборюка все равно я пришла не является триггером ну да однозначно все 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 поле переговоры все результаты воин всегда закрепляться политическим путем после того как стороны понимают что продолжение боевых действий дороже чем сделка такого понимания нет еще в российской стороны есть еще иллюзии относительно и изюмской операции скажет изюмского им изюмской мариупольск значит надо на поле доказывать что это не так тут выхода три мы говорили первые они победили навязали тогда не более высокой переговорной позиции будет ходить более сильно второй момент хотя окончательно сильно она же не будет по стоку поскольку киевская освобождена чернигова освобождаются харьковская подпинается сумская почти свободно уже и так далее отогнали с этих направлений а на керсонском направлении стали в оборону но тем не менее не смогут укрепиться что-то формально заявить продать что-то русско-российскому народу как вот изначальные цели операции тогда у нас будет и моральное поражение крупное и но я же не вы про военное и так далее теперь вариант хороший для нас мы удержали на поле зонос тогда у них будет страшное моральное поражение облом и они станут еще более конструктивными на переговорах и средний вариант какой-то чуть там удержали там не удержали подвинулись как маршрут что-то такое смотрим все решится все решится на поле боя это очень четко понятно это было это я говорил еще 26 февраля на футбине потом много раз повторяем и у тебя другие места держится поле боя лучше зафиксировать чтобы потом нам не говорили меняйте по ходу дела значит и позицию говорили показать война продолжается продолжать и продолжать и российская сторона которая питает иллюзия действительно возможного успеха мариуполя и зоне ос и там на севере на на севере донецкой юго-западе луганской области свободу рубежно вернее рубежная лисичная классная к ситуации ситуация там будет где-то неделю 10 дней до двух развязываться военно и спустя эту этот момент мы поймем там и вышли вот на третий раунд то есть на счет на попытку накопить резервы снова попытаться у россии уже нет никаких резервов серьезных и никаких возможностей поэтому они все вложат в этот один удар крайне вот смотри вот эта позиция о том что измененные то что озвучила русское то что сейчас уже промоутируют их пропагандисты а пока молчит путин путин ничего по этому поводу не сказал как первое лицо на твой взгляд это можно счесть что эта позиция военных вынужденная и они навязывают путин генштаб что но мы не можем вот все по всем про не воевать давайте уходим на восток вот туда на юг вот там мы можем как то более-менее продолжать войну а вот везде вот по другим про нет это вопрос об управляемости в верховного командующим российской федерации в своими собственными да ну я думаю что он управляет на самом деле очень верю навязывание не верю в навязывание позиции скорее всего он получил реальную информацию не всесторонне оценили том числе сами военные выразили свою позицию доложили и доложили что мы не мое технически невозможно продолжать наступать на там-то там-то там а потом решили нужду вы выдать за план и оказывается на манчал это все не планировалось или с коррективной версии мы хотели там только урло помочь и вот сейчас оплодим войска это добрый жест российской стороны по результатам первых консультаций и так далее так далее они даже наметили пути себе конступления там уже заговорили про милитаризацию про нато про всякое такое озвучили позицию украинской страны тут понятно что как бы нарезали ему не столько военные сколько самаре военные просто доложили на перспективу так так хорошо это тоже вы навязали не реальность а украинские вооруженные силы и другие силы сопротивления теперь поговорим о западе вот мы его обожаем упоминать мы 19 минут в эфире у нас есть время ты полагаешь будет меняться да да будет меняться позиция с учетом пусть и локальных но успехов украины по части поставки вооружения и так далее мы каждый день это обсуждаем но каждый день и меняет ситуацию вот где-то более пессимистично где-то более оптимистично более скепс или больше оптимизма вот сейчас помогать лучше победить проблема вот если они прямо сейчас начнут помогать то то техника которым реально нуждаемся ну это это две-три недели месяц а то и больше поэтому нас существенного влияния на исход вот этой битвы вокруг изюма и мариуполь на меня к сожалению она может оказаться только спустя какое-то время результат эффект зависимости от объема этой помощи качества и на то что мы там дальше будем отбивать после изюмской операции но изюмскую операцию нам придется один-на-один с учетом как бы помощи которая не поставляет но это же помощь мы же говорить об этом это пехотное в принципе для обороны перед мы будем перенасыщены противотанковыми средствами там зенитными 7 самолетов сбили этот же сосудки но за этим но надо понимать что для обороны это хорошо а вот чтобы защищать нужно тяжелое соединение то есть танки и бронете дальнобойное оружие основа наступления является танки бронете бтр и бмп и дальнобойное оружие которое может решать просто глубине обороны вот а такого как-то не не очень предвидится противотанково пехотного дают очень оно годится для обороны для партизанской действий так что посмотрим но просто мы слышали от запада информацию такую что америка из америки она идет что изыскиваются как раз советские вооружения либо постсоветские вооружения которые знакомые знакомые именно украинской стране конечно на которой надо обучаться обучаться до поставить чисто западная тоже еще длительный период обучения на что-то пока но резервы такие есть вообще российские советские вооружения советских лет да ну конечно как качество и количество советского оружия оставшегося в мире она вызывает определенные последнему советскому образцу 30 российские там украинские образцы но только не так много было продано во вторых ну так уже не контракт обозначают и связи теснейшие сомневаюсь что страна которыми российское оружие перепродастому поэтому это непростая очень простая пока я не вижу никак не так нас смотрит 196 с лишним тысяч нам больше 35000 поставил лайки мы 22 минуты в эфире я напоминаю зрителям которые постоянно присоединяются пожалуйста ссылки на этот эфир размещает своих аккаунтов социальных сетях и группах ну и подписывайтесь на канал фиген лайк кто еще не подписан на обязательно подписан на канал алексей арестович по его имени интерактивная ссылка в описании к этому видео вы можете пройти на его канал тоже подписываться ну хорошо ближе уже концу все-таки поговорим о беженцах вот это тоже важный момент который как-то хотелось коснуться вот в условиях которые военных продолжаются сейчас на западе украины ну по разному оценку от 7 и больше миллионов человек из регионов украины где идут активные боевые действия перемещены какая вообще с ними перспектива ну допустим возвращение их если освобожден будет киевское и черниговское направление то есть возвращение их в дома вообще возможно или надо что-то с этим делать на твой взгляд тоже много же разрушений или надеть жить хоть и лето но все равно как чем питаться лечиться у нас 8 по самым скромным оценкам у нас 8 на три десятых миллиона переселиться внутренних нижней части границы выхавшие больше 8 до проблема их места где где было и были бои и временно оккупация заключается в том что во первых там очень много разрушено но как победы там очень много не разрывавшийся снарядов заминировано восстановительный период который бывает после каждого конфликта и в котором активной части принимает армия разминировая восстанавливает тогда может длиться и год поэтому тут каждый будет решать каждом как как на любое не есть села которым повезло и они уцелели там района районы квартала в городе а есть который разнесли на куски там до основания кромки 50 сантиметров поэтому тут каждая семья сама решит но я не уверен что смогут вернуться все далеко куда начаться мариуполь 90 процентов жилого фонда жилого и уничтожено или подреждаем 400 тысяч город когда стал непригодным для жизни практически то же самое в значительной степени чернигах там 50 процентов домов разрушены в харькове 1200 сотных домов разрушены это большая история там не разорвавшиеся бомбы боеприпасы российские риска часто выходят очень активно минируют тела погибших минируют вообще все что кому то есть это такая это долгая история по разминировать по приведению к нормальному бою восстановление нормальной жизни поэтому верно силы вернуться потому что все в их жизни так в колодце бирже воду правильно преимущественно и так далее когда кто-то же без газа но правда лет впереди но города города буду защищаться очень сложно это непростая история она долго затянется ну понятно 25 минут мы в эфире немножко начал прыгать связь нас смотрит 204 тысяч человек но чё сделаем перерыв до завтра не будем людей перекармливать пусть они останутся в небольшом дефиците вот завтра мы продолжим разговоры наверняка появятся и новые темы тоже благодарим алексея благодарим всех зрителей не упустить возможности завтра снова прийти послушать о 35 дне войны всем пока